Доброе утро всем! Сегодня все еще продолжается первая неделя июня. Анапа, Анапский песчаный пляж, который нам уже полюбился. Прекрасная акватория, огороженная буйками. Очень удобна для деток, потому что глубина ограничена белыми точечками, буйками. И, собственно говоря, мамочки, папочки могут быть спокойны, потому что ребенок дальше этих буйков не уплывет и находится в этой акватории достаточно безопасно. Так как сегодня раннее утро, еще людей немного на пляже. Купаются, загорают. Очень много людей купается. Вода чистейшая, теплая относительно. Заходишь, немножко кажется бодрячей, но потом привыкаешь и уже очень даже хорошо. Прекрасная погода, штиль, ветра нет. Вода спокойная, волны нет. Поэтому можно совершенно замечательно использовать плавсредства. Надувные матрасы, надувные круги. И купаться, загорать. Чем хорошо загорать непосредственно в море? Это тем, что в море не только прямое солнечное излучение, а еще и отраженное от воды. Вот, никто не даст помереть с голоду на пляже. Входят продавцы, предлагают продукты питанием. Горячую кукурузу уже молодую, молочную, под названием Бандюэль. Трубочки, пирожки. Ну, честно говоря, я не рекомендовала это дело покупать, потому что целый день носят по пляжам. И их употребление может закончиться не самым приятным образом. Уже несут пиво раки для родителей. Выпил с утра, весь день свободен. Носят раков, креветок. Ну, креветок и раков покупать на пляже, это вообще, собственно говоря, опасно. Чисто белок протеин, который находится не в холодильной камере, а просто так, ну, не знаю даже. Следом несут вареных раков. Горку тащат, аттракцион. Начинается движение, пришли все на рабочие места. Начинается суета, веселье. Кстати, начал подниматься ветерок. Посмотрите, какая прозрачная вода. И где тут мои ноги? Камера отсвечивает. Это я. Выше колена вода. Очень прозрачная. Очень чистая. Начинает подниматься ветерок. Одиннадцатый час. До этого был абсолютный полный штиль. Пляж. Вид из моря. Обратите внимание, везде люди. Очень много людей. Очень много отдыхающих. Местные жители тоже купаются, загорают. Обратите внимание, очень часто стоят будки с флажком, белый флаг с красным крестом. Это медицинская служба. Вот эти будочки, это спасатели. И посмотрите, очень часто стоят эти будочки. Вот вторая, чуть дальше третья и так далее. Это спасательные станции. Сидят на вышках спасатели. Медсёстры наблюдают за людьми, за безопасностью детей и взрослых. Выходит яхта. Совершенно потрясающее явление. Купание и катание на яхте. Это нечто. Здесь, в Анапской бухте, тоже очень замечательно. Но мы предпочитаем выходить на, выезжать на Утриш. И там есть совершенно потрясающая яхта Орион. Высокопрофессиональный капитан. С удовольствием вас покатает. И даст возможность насладиться прекрасными видами и красотами Утриша. И в полной мере получить удовольствие от катания и прогулки на яхте. Мы видим там на горизонте яхточки небольшие, парусные. Здесь небольшой ветерок. Нет шторма, нет волны на море. Прогулка на яхте будет для этих людей. Я уверена, просто потрясающая.